я прошу прощения по сайту один момент можем ждать да можем вітаю з вами шахімат мене звати андрій нікітін сьогодні ми підбиваємо політичні підсумки 2020 року і спробуємо дати прогнози на 2021 рік з нами в гостях політичний експерт Юрій Райхель Юрій Райхель політичний оглядач освіта національний технічний університет дніпровська політехніка інженер електрик протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань одружений має унуків хобі література Юрій Борисович радий вітати вас у нашій студії власне перше таке питання нещодавно центр Разумкова провів дослідження де українців питали яку найважливішу подію у світі ви можете політичному плані ви можете виділити за 2020 рік на першому місці як це не дивно українці назвали вибори в Сполучених Штатах Америки на другому місці там невеличкий розгрив це звичайно пандемія коронавірусу от яку ми переживаємо фактично з лютого березня 2020 року на третьому місці і на четвертому з відставанням це були конфлікти у Нагорному Карабасі вибори в Білорусі чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою українців тих процесів які відбувалися у 2020 році да если ну эпидемія или пандемія коронавірусу она вообще имеет не только политическое и соціальне я уже о медицинской не говорю составляющей и в этом смысле она будет иметь настолько долгосрочные последствия которые мы даже сейчас в полной мере оценить не можем поэтому с этим можно полностью согласиться ну а то что выборы в Соединенных Штатах да это действительно так мне кажется что несколько недооценены последствия конфликта в Нагорном Карабахе и то что там произошло которые последствия этого конфликта который на мой взгляд еще далек от завершения несмотря на такое представление хотя военная фаза вроде бы завершилась но он будет иметь достаточно серьезные последствия в том числе и в Азово-Черноморском регионе который непосредственно связан с Украиной поэтому да и выборы в Белоруссии я бы больше сказал выборы в Молдове потому что то что сейчас происходит в Молдове может быть достаточно скором времени окажет влияние и на украинскую политику потому что для нас очень важно то что происходит в Молдове и в каком направлении будет развиваться ее внешне политический курс Белоруссия понятно 1700 километров общей границы этот факт говорит сам за себя так Юрия Борисович ну все-таки вот на першем месте украинцы на перше месте поставили выборы в Соединенных Штатах чему так сталося от с вашей точки зору это потому что ну будем вважать что это это опитывание и объективным хотя там звичайно я певно путь по походу чему так потому что это вот буквально сейчас это произошло да то то без посереднего день голосования это початок листопада но в середине грудня это произошло голосование выборщиков так званых да 306 за бейдена 232 за трампа почему украинцы поставили питание в том в том числе и на украину и не только на украину но буквально везде это мировая держава и как говорится без нее ничего не обходится во вторых мы все прекрасно ощущаем влияние Соединенных Штатов непосредственно нашу страну в военно-технической сфере в политической и экономической я уже финансово не говорю мы прекрасно понимаем роль Соединенных Штатов в том что происходит в том числе и в нашей стране ну я приведу такой очень простой пример Соединенные Штаты это главный донор международного валютного фонда они имеют они больше всего вносят финансов в этот орган естественно оказывает ну самое большое влияние на выработку его политики по понятным причинам нам очень важно что наше взаимодействие украины с международным валютным фондом косвенно или через международный валютный фонд это в том числе и отношения с Соединенными Штатами военно-техническое сотрудничество 250 миллионов долларов которые они ассигнуют в будущем уже 2021 году хотя год начал у них год начинается в октябре финансовый это в том числе и наше это вооружение подготовка нашей армии что для нас в условиях агрессии соседнего государства имеет очень важное значение но не только это еще военно-морская составляющая потому что на сегодняшний день мы практически не имеем военно-морских сил то что мы имели и имеем на сегодняшний день это остатки того что в большей мере остался от Советского Союза и она ни в коем мере не удовлетворяет потребности защиты нашего государства а у нас очень длинная береговая линия и ее нужно защищать и для этого нужен разветвленный достаточно эффективный военно-морской флот военно-морские силы причем это не только корабли это береговая инфраструктура это морская авиация и много-много что с этим связано и тут без помощи Соединенных Штатов военно-технической ну нам конечно же не обойтись хотя нам и другие помогают частности Великобритания Франция другие а вот я хотев запитаться стосовно самой процедуры выборов от ну я думаю что вы спостерегали вы досить глибоко цепетания вивчали вот чей дейсно вони були такими брудными як про це говорить у всякома випадку поки що діючи президент трамп это в значительной степени пропагандистская кампания в соединенных штатах достаточно серьезно следят за выборами потому что это страна в значительной степени построены на традициях там нет традиции фальсификации выборов во вторых в соединенных штатах нет вертикальной структуры избирательного процесса вот у нас есть там центральная избирательная комиссия она создает в регионах свои там подразделения и так далее то есть это ВВК территориальной комиссии да это вертикальная такая система ну в принципе США это федерация меонетарная краяна тому певна логика в цьому также есть да но это же совершенно другая избирательная система более того она иногда очень сильно отличается от штата к штату потому что в разные эти штаты создавались в разное время и в разное время там была создана вот эта избирательная система поэтому там в полной мере это все относится компетенции штатов и там очень серьезные системы наблюдения за этими выборами причем она достаточно такая знаете вот очень эффективная когда партии наблюдают друг за другом но там дело не только в партиях там есть очень много так называемых гражданских активистов от разных общественных организаций и получить доступ к избир контролю за избирательной системой или процессом выборов соединенных штатах достаточно просто то есть практически все могут за этим наблюдать громадян из полученных штатов естественно и поэтому этот фактор является основой такой демократичности американской избирательной системы но и тут главные претензии были у трампа в частности голосованию по почте но дело в том что голосование по почте это не изобретение этого года в соединенных штатах это довольно давняя система просто в этом году слишком много граждан голосовали по почте раньше такого не было но там была еще претензия то есть это все слова когда же на суд пришли требовать пересмотра то потребовали это же суд потребовали доказательств доказательств не было поэтому не представляется и собственно говоря и не только мне что это не более чем политические игры связанные с нежеланием определенной части республиканской партии связаны непосредственно с трампом признать свое поражение она в общем то было запрограммировано его все ожидали ориентировочно с августа сентября месяца было очевидно вопрос состоял в том чтобы в отдельных как поведут себя так называемые качающиеся штаты но в данном случае они качнулись в сторону байдена так вот до речи ну формально залишилось тільки двое процедуры до вступу да это подтверждение то голосование которое произошло в коллегии выборщиков да подтверждение конгрессом и власне инаугурация да я что означает в глобальном смысле перемога тандема байден-харрис для света ну и для украины супермал будут будет изменена основа американской внешней политики если для трампа была у трампа была попытка вернуться к изоляционизму американскому изоляционизма причем такая довольно сумбурная и не очень понятная потому что если говорить об американском изоляционизме там двадцатых тридцатых годов прошлого века то там понятны причины этого и географически и экономически и политически результаты первой святовой войны да в том числе и ну там достаточно много причин этого явления но после второй мировой войны когда соединенные штаты стали мировым государством оказывающим огромное влияние на весь мир говорить об американском изоляционизме это было просто смешно да и экономические условия принципиально изменились в том числе и для американской экономики поэтому это была такая риторика но не подкрепленной ни идеологически не экономически но тем не менее наделали как говорится на ломали много дров и теперь стоит задача восстановить единство запада в первую очередь отношения соединенных штатов и европы европейского союза выработать достаточно внятную политику в отношении китая потому что у трампа она была очень импульсивная и нет и не последовательная очень серьезно требуется изменить или не то чтобы изменить но как-то упорядочить подходы к ближнему востоку персидскому заливу и самое главное иран так и юрий борисович на завершение цего блоку че можливое повернение республиканцев и за яких умов до билого дома в 2024 году у них есть и особисто трампа до речи вину уже про свои перспективы 2024 музеевы заявлять можно все что угодно америка свободная страна но в 2024 году никто ему не запрещает если только прокуратура штата нью-йорк у которой очень много вопросов к трампу до податки да на счет а в америке не заплатить или неправильно заплатить налоги это очень серьезное преступление так но мы памятаем историю аль капоне да який власне отримав пожитие вины за свою так бы мовите не зовсім прозору дияльность не в плане податку податковой дияльности в бачах от автологии а сами от за податки и не только он были были другие и фигуры покрупнее но просто теща на слуху ектуга естественно да я с вами согласен то есть если его как его пронесет мимо американской юстиции в штате нью-йорк кстати говоря претензий не только в штате нью-йорк то у него есть все возможности вернуться в избирательное поле в 2024 году но какова будет ситуация в 2024 году сейчас предугадать совершенно невозможно но в принципе политически такие возможности у него есть так ситуацию неможливо спрогнозувати у 2024 году и переходим власне до дырвого блоку в связи с этим это пандемия коронавирусу вот теоретично хотя бы среднестарковой перспективе чи возможности вернуться туда не сможем по двум причинам и пандемия здесь только ускоряющий элемент но не главный мир принципиально изменился потому что наступила наступил новый этап технической революции это касается то что на слуху это электромобили это переход к другой экономики это искусственный интеллект это принципиально другие подходы космической промышленности авиации и поэтому здесь мы находимся на первой ступени будущего мира который мы даже сейчас в полной мере не представляем из-за революции в компьютерной техники и средствах связи вот сейчас мы стоим на пороге принципиально других компьютеров которые уже решают задачи которые невозможно решить на тех компьютеров которые у нас есть в том числе и в разработке вакцин ведь то что сейчас так быстро в течение буквально нескольких месяцев разработали довольно сложную вакцину против коронавируса это не только медицина и не только биология это принципиально другая компьютерная техника которая позволила решить эту задачу она позволила решить не только задачу одной конкретной вакцины разработать целый спектр вакцин которые отличаются друг от друга но по воздействию своему они дают примерно один и тот же результат вот та же вакцина фирмы файзер российская вакцина вакцина модерна американская другая вакцина уже утвержденная и оксфордская вакцина в великобритании где там начали ею уже прививать людей это немецкая вакцина но я уже про китайскую не говорю то само собой это все разные вакцины но и это результат той компьютерной техники которые теперь получили ученые так вот стосовно вакцинации до речи чи можливо вона уже почалась фактично невідомо коли ця вакцина дойде до украины будемо будемо сподіватися що найближчим часом чи можливе відкриття все ж таки кордонів и хотя бы такая хотя бы спроба повернутись до такой глобальной экономики до глобального пересувания людей между краинами скорее всего это наступит значит если переболеет 70 либо переболеет 70 процентов населения как было с пандемии испанки в ну там начале двадцатого столетия тогда пандемия в 1922 году затихла условно говоря когда переболело 350 миллионов человек тогдашнего населения тогдашнее население составляло где-то около трех миллиардов человек на всем земном шаре это один вариант вас половина раза меньше это один вариант и второй вариант когда он начнется массовая вакцинация если массовая вакцинация завершится в первой половине будущего года то можно ожидать что во второй половине начнется глобальный спад эпидемии так до иншого питания власне яке я якого мы торкнулись на самом початку говорячи про опитывания это конфликту на горном карабасе вы сказали что не можно эту проблему вважать вичерпанную вичерпанную чему ну во первых все стороны не достигли целей которые между у них стояли азербайджан не восстановил полностью контроль над своей территории в международно признанных границах часть его территории осталось буквально там армянским контролем контролем миротворческих сил россии это для баку это но не то что поражение но не полная победа я бы так назвал армения потерпела очень серьезное поражение очень серьезное поражение она принципиально изменила представление мирового армянства то есть людей которые живут в армении армянской диаспоры она по всему она больше не шевластная жителя верно и она по всему миру разбросана и причем очень в некоторых странах там во франции она очень влиятельна в ливане например ты в нашем месте в том числе и то есть этот конфликт не урегулирован в полной мере потому что опять начинаются разговоры о статусе нагорного карабаха баку это категорически не приемлет и здесь сталкиваются интересы слишком многих игроков турции россии и европейских стран в первую очередь франции а нет франция греция но так далее поэтому этот конфликт может быть он военную фазу в ближайшее время не перейдет но в дипломатической сфере он будет достаточно серьезным но для нас он важен в я бы так сказал в чисто экономическом например плане потому что азербайджан ассигновал очень большие деньги на реинтеграцию восстановление тех районов нагорного карабах который теперь под его контролем это довольно значительная под тем масштабом территория она полностью разрушена там все разрушено не инфраструктуры название только географические на карте на самом деле там люди не живут то есть это все надо строить заново прокладывать дороги ну и францентруктуру это большие деньги украинские фирмы могут в этом поучаствовать и получить достаточно большую прибыль до речи якщо говорить загару загалом про весь свят может быть более конкретно про европу то чи истнует загроза у ближайший час межнациональных межрелигийных конфликтах и какие-то регионы может ли мы так побежно згадывали молдову чи можливо такая ситуация в приднестровье военной фазы в приднестровье очевидно не будет потому что у молдовы во первых нет сил для этого на и и ресурсов для того чтобы переходить к военному решению этого вопроса да собственно говоря в этом и нет особой необходимости но то что в приднестровье станет точкой напряженности в на юго-западной юго-восточном направлении это реальный факт потому что молдова в союзе с румынией в какой-то степени евросоюза будет выдавливать российский контингент который кстати говоря там находится без соответствующих договорных условий из приднестровья и здесь очень много зависит от позиции украины если украина реально станет как говорится плечом к плечу с молдовой так как турция стала с азербайджаном был на ицпильный військовый парад да ну то уже как говорится совсем алай картинка такая явно было это в это больше для москвы был парад ну и для собственного населения а вот то что киев может внести очень большой вклад в реализацию выдавливание вывода российского контингента из молдовы и значительной помощи молдове в реинтеграции приднестровья для нас это важно во первых это безопасность наших границ близко одесса винница да и до киева не так далеко во вторых урегулирование приднестровского конфликта в той или иной степени обязательно непосредственным образом скажется на урегулирование в донбассе и вот на донбассе очень внимательно да и в москве очень внимательно следят как будут развиваться события в молдове реальное движение в этом направлении мы скорее всего увидим ну возможно в поздней весной а че можливе у наиближшей перспективе а был у среднюю строкови такие глобальные какие-то конфликтные ситуации в европе мало вероятно практически нет таких то есть три не существует там допустим между венгрии и словакии там в польши проблемы то есть проблемы существуют всегда и везде и мир собственно движется решая эти проблемы есть определенные проблемы сепаратизма потому что брексит усилил тенденцию к отделению шотландии от великобритании от англии но мы помнято ему так уж ситуацию в каталонии кае честное испании есть если если и на севере италии есть проблемы но эти проблемы не носят такого я бы сказал глобального характера в более того в европе достаточно разработано механизмов смягчения и гашения этих проблем вот сейчас про каталонские проблемы мы же практически ничего не слышим ну и так далее то есть то что происходит между словаки и венгрии там споры достаточно они в общем то для нас мы о них практически не вспоминаем мы больше занимаемся проблемами наших отношений с венгрией там у румынии есть вот болгары например болгария блокирует движение македонии в европейский союз то есть такие проблемы существуют везде у балкана это вообще взрывоопасный регион начиная в течение всего двадцатого века и сейчас это есть 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 там хотя конфликты значительно ослабели то есть такое возможно но вот такого сильного конфликта как в бывшей югославии скорее всего в европе не будет так и на сам кинуть буквально хвилина у нас лишается а на близкому сходе будет стабильная ситуация че там як завжди все будет скорее всего это будет зависеть от того насколько у ирана будут ресурсы поддерживать террористов секторе газа но в целом ближний восток движется по пути урегулирования и по мере того как будут восстанавливаться отношения израиля с ведущими арабскими странами конфликт будет постепенно затухать так израиль палестина это опять же все зависит от тегерана если тегеран не будет оказывать как и в сирии оказывает реальную финансовую и военную помощь этим террористам то ситуация будет потихоньку смягчаться и за десять лет видимо конфликт будет урегулирован так я вам дякую за эту разницу нагадаю сегодня мы спелкували с политическим оглядачем юрием райхелем на все доброе